Здравствуйте, уважаемые световоды! Сегодня я продолжаю показывать вам, как выглядит моя пеларгония на штампе. Ровно три недели назад я показывала вам видео о ней. Сейчас сделаю небольшую вставочку, и вы посмотрите, как она тогда выглядела. Смотрите, в каком она состоянии. С начала ноября и до сегодняшнего дня, а сегодня у нас 18 января, она находилась у меня в подвале, так как и все свои пеларгонии я там храню. О каждом изменении в развитии этой пеларгонии я буду обязательно снимать и показывать видео. Ну а сейчас после реанимации она выглядит таким образом. Я сейчас вам покажу, что нужно обязательно выполнить в это время. Как видите, она хорошо уже облиствилась, но есть три важные работы, которые нужно обязательно с ней выполнить. Итак, посмотрите на основные листья. Они по размеру небольшие, ростовые почки, как видите, уже все пошли, потому что она опушилась. Почему маленькие листья? Давайте опустимся ниже. Кто смотрел мое видео, тот, наверное, помнит, что вот эти вот побеги, которые ушли здесь в сторону, я оставила для того, чтобы их почеренковать в будущем. И, как видите, нижние два побега, они забирают больше питательных элементов. И получается, что у этих черенков листья намного больше, чем верхние части. Это значит, эти побеги я обязательно сегодня удалю вместе с вами и отправлю на черенкование, потому что уже сейчас у нас февраль, хорошо черенкуются уже побеги. Беспокойства о том, что они не почеренкуются у меня нет. Так, возьму обязательно другой секатор, потому что, видите, вот здесь такой ствол толстый и без секатора никак. Если использовать ножницы, то можно повредить растение. Поэтому выполняем срезку только острым секатором. Срезку выполняем по самый стволик. Берем вот так вот и чекаем. Видите, все аккуратно срезалось. Вот эти черенки, которые у меня остались, пойдут на черенкование. Ну, а сейчас, друзья, второй этап. Посмотрите, здесь немножечко, вот по краям на некоторых веточках вот такие отсушенные части. Их тоже срезаем. Смотрите, вот здесь на верхушечке даже пошли уже цветочные почки. А раз пошли цветочные почки, то в данной ситуации обязательно выполняем подкормку. Я это растение буду подкармливать комплексным удобрением с формулой 20-20-20, 18-18-18 или 16-16. Для чего? Для того, чтобы хорошо развивалась листовая масса и чтобы почки цветочные не засушивались, потому что хочется уже увидеть и светение. Вот такие три важные работы я сейчас выполню над своей пеларгонией-невестушкой. Друзья, по-прежнему следите за моим видео. Я вам покажу, как она будет выглядеть через 2-3 недельки. Думаю, вам это будет интересно. Как видите, она преображается по сравнению с тем, как выглядела 3 недели назад. Всем спасибо за просмотр. Удачи, настроения отличного вам, друзья. Заходите ко мне в гости. Я вас очень жду и рада вам. Благодарю всех. До следующих встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»